Полиорганная недостаточность Марио, он немножко похож на меня Да? И так далее Некоторые из моих хирургий И коллег-хирургов здесь показаны Итак, эволюция Не произошла за одну ночь Мы прошли через десятки Тысяч лет эволюции С тем, чтобы научиться воспаляться с травмой, голодом Климатом, высотой, с инфекцией Где-то От 7 до 10 килограмм нашего тела Это клетки Нечеловеческого происхождения В нас имеется громадное количество Бактерий, вирусов и так далее Которые живут в нашем И на нашем теле И мы живем с ними в идеальной гармонии Мы, по сути Достаточно хорошо научились Бороться с инфекцией И мы не так далеко Ездим Соответственно Мы привыкли Приспособились к локальным Региональным условиям Но Все ли Погибали пациенты До появления До эры современной медицины Итак И мы считаем Что, конечно, да Поскольку Поскольку тогда Врачи не были такими умными Как мы Но если посмотреть На исторические данные Данные о быстрических битвах И когда они говорят Об исходах То результат У них потрясающе Хороший Но через секунду Я вам дам пример Итак Мы знаем Что мы можем встречаться С целым рядом факторов Отрицательных Которые приводят к тому Что нарушается функционирование Разных органов и систем Но давайте поговорим О Трафальгардской битве Это великолепная Величайшая Победа британских Войск Да Это был Один день Буквально И Британцы Сражались Со французами И испанцами Все еще мы с ними сражаемся Но слава богу Это уже не война Все таки политические битвы И как вы видите Это была Величайшая победа С массой Смертей И пленников С обеих сторон И вот Медицинские Записи Доктора Битти Доктор Битти Был корабельным Врачом На корабле Его величество Корабле Военно-морских сил Великобритании Виктория Виктория И Нельсон Был Главнокомандующим Он Он был Смертельно Ранен Во время Этой битвы И вскоре После Объявления О победе Он Умер Но Тем не менее Доктор Битти Описал Что 57 членов Команды Были убиты Или погибли Вскоре После сражения Или во время Но 102 Соответственно Члены команды Были ранены И из этих пациентов У этих пациентов Он провел 10 ампутаций И опять же Они не знали Ничего О Санитарии О гигиене Об анестезии Об контроле За инфекцией Обо О всем том Что для нас Является весьма Весьма важным И 10 ампутаций В основном Нижних конечностей Он Сообщил о том Что Часть его пациентов Погибли От гангрены И столбняка Но сколько Из этих 102 моряков Погибли В итоге Шесть Ой Вообще Это очень неплохо У меня есть Такие же данные По другим Британским сражениям По гражданской войне В США По первой Мировой войне И Выживаемость Была Достаточно Высокой Когда только Один пациент Погиб Именно от Перитонита Один погиб Пациенту От легочных Осложнений Через 5 недель Пять из 8 пациентов Выздоровели И чувствовали себя Хорошо И все И один пациент Находился в клинике На момент Этой статьи И его состояние Улучшалось Возможно Выздоровел И врач Этот врач Прокомментировал Что вот Это состояние Шести из его Восьми пациентов Было отчаянным Они были в критическом Состоянии И лапартомия Была Проведена Как метод Отчаяния Состояние Трех из этих Пациентов Было настолько плохим Что на момент Операции Что он даже Просто не предполагал Что кто-то Кто бы заглянул Брюшную плость Даже просто мог бы Задуматься Или предположить Что эти пациенты Могут выздороветь А они все-таки Выжили и выздоровели Еще один небольшой пример 1935 год До эры пенициллина Это случаи Эмфизиматозной гангрены Брюшной стенки Некротизирующий фасцеид И даже сегодня Некротизирующий фасцеид Передней брюшной стенки Является весьма тяжелым Состоянием И в этой серии Отсутствует Интенсивная терапия Нет антибиотиков Они использовали Агрессивные дренирования И очищение раны 6 из 12 пациентов Выжили И опять же Могу сказать Что вам достаточно Неплохой результат И То есть Есть Некоторые Удивительные факты Касающиеся сепсиса Как я уже говорил вам Что я вам покажу Некоторые слайды Которые вы уже видели И несмотря На Полиоргану Недостаточно Гистологические данные Не отражают Не дают признаков Массивной клеточной гибели То есть мы не можем Говорить о тяжелых Структурных Поражениях Я также говорил Сегодня о том Что когда Изучалось Различные органы Погибших пациентов Связанные После сепсиса Хочкес Выявил Что Клеточной Гибели Не так много То есть органы Выглядели Относительно нормально Несмотря на тот факт Что они Не работали И мы знаем Что эти Работающие органы Если они были Ранее здоровыми До эпизода Сепсиса То обычно Пациент Такой ситуации Если бы органы Здоровым Пациент обычно Выживал Органы Которые Перестали Работать И тем не менее В них имеется Возможность Для восстановления Функции И это вот Очень интересное Исследование Но вот Если мы померяем Напряжение Тканевое напряжение Кислорода В органах В процессе Развившегося Сепсиса Мы можем Увидеть Что оно является Нормальным Или даже повышенным Другими словами Кислород поступает В ткани Но не используется Гипоксия тканей После реанимации Не является Проблемой Соответственно Как же мы можем Исснить Полиоргану Недостаточность Нам нужна Концепция Или парадигма Которая будет Учить этот факт Что эти органы Работают Они не работают Но структура Выглядит совершенно нормально Отсутствие признаков Клеточной гибели Исключает Прогрессирующую Тяжелую Тканевую Гипоксию И мы говорим О том Что орган Физиологически Биохимически Не работают Но не структурно Другими словами Наш организм Очень умная штука Это программируемое Отключение Метаболизма Как способ Попытаться справиться С текущими проблемами Я вам говорил О том Что имеются Гормональные изменения Воспалительные изменения И также Для метаболизма Требуется энергия Требуется АТФ Как Энергетическая валюта За счет которой Мы покупаем Скажем так Метаболизм И при недостаточной энергии Клетки не могут работать нормально И в итоге Тогда уровни АТФ Падают И это в итоге Запускает Процессы клеточной гибели И клетки Естественно Не хотят погибать И соответственно Отключая Метаболические процессы Клетка пытается Сохранить Уровни АТФ На уровне потребности На уровне Скажем так Потребности Я уже говорил О воспалении О том Что может Непосредственно Отрицательно Повлиять на Метахондрии Оксид азота Активная форма кислорода И также И также Пироксинитриты Могут Влиять на функцию Метахондрии Также Кислород требуется Для фосфорилирования Получения АТФ И соответственно Активная форма кислорода Влияет на них Отрицательно Гормональные эффекты Могут Подавлять функцию Метахондрии Ну вот что интересно Если посмотрим На гены Которые Транскрибируют Метахондриальные белки Их Также Время сепсиса Эти процессы Супрессируются Само Тело Вместо того Чтобы усиливать Экэкспрессию Что мы можем подумать Может быть значимо Или важно Для того Чтобы справиться С стрессом Гены Транскрибирующие Метахондриальные белки Наоборот Супрессируются Далее Мы наблюдаем Что мы наблюдаем Ингибирование Цепочек Электронного транспорта В метахондриях Скажем так Мы наблюдаем Нарушение Процессов Таким образом Возможно То есть Вместо того Чтобы Приключаться в АТФ Энергия Уходит в тепло Возможно Это связано Это и приводит Повышение температуры Также мы наблюдаем Снижение Синтеза белков И Метахондрии В итоге Начинают Работать Не так эффективно Далее Обмен АТФ Падает Клетка Отвечает Чем Она отвечает Снижением Метаболизма И мы наблюдаем То Как мы называем Полиорганной Недостаточностью Да И как же говорил Все механизмы Отрицательной Обратной связи В итоге Приводит К тому Что Метахондриям Не нужно Работать Настолько Интенсивно Мы можем Мы называем Это неудачно Но может быть Это наоборот Успех Поскольку Когда Пациент Выживает После сепсиса То соответственно Мы Мы можем Видеть Что органы Начинают Работать Адекватно Если Имеется Необратимное Поражение почек То пациент В итоге Может погибнуть Но мы знаем Что частота Того Частота Острого поражения Печек И Необходимость Долгосрочного диализа Это количество таких Пациентов Не достаточно Не очень большое Если почки Были нормальными До эпизода Давайте поговорим О проблеме почек Острый тубулярный Некроз Это то о чем Мы говорим Тем не менее Вы можете Увидеть В некоторых Некоторые Описания В литературе Этого патология Но в реальности Почки Как правило Выглядят нормально Это редкий Феномен Опять же Масса публикаций Посмотрите Эта публикация В Ланцете 1957 год Дания И авторы Говорят о 33 Случаях Пациентов Развилось Острое поражение Почек 9 пациентов Выжили 24 пациента В итоге Погибли И как вы видите Мы им целый ряд Различных причин Сепсис Послепрессионные Осложнения Геморрагии Кровотечение И так далее И так далее Масса разных причин И что авторы В итоге Какой вывод Сделал авторы Самым интересным Было то Что были умеренные Структурные изменения Которые Очень серьезно Контрастировали С полнофункциональным Выключением У многих пациентов Наблюдались Весьма незначительные Гистологические Нарушения Некроз Тубулярного Эпителия То есть Острый Тубулярный Некроз Был Редкой Находкой Если он присутствовал То он присутствовал Только на нескольких Изолированных Срезах То есть Вы и Я можем Отдать свою почку И при этом Это не повлияет На нашу Почечную функцию Здесь мы видим Минимальные изменения При этом Почки Не работают Это потрясающая Работа Турау И Бойлона Если вы хотите Узнать Как работают Почки Их физиология Это потрясающая Публикация И она называется Острый почечный успех Неожиданная Логика Легурии При острой почечной Недостаточности И они Как они прокомментировали У почки Имеется Репутация Чувствительного Чувствительного Поведения То есть Что происходит В случае Негативного Воздействия на почку В итоге После Исчезновения Отрицательного фактора Негативного Фактора почка Возобновляет Свою функцию Скажем так Давайте скажем так Предположим У нас нормальные почки И уровень СКФ У нас составляет 120 мл в минуту И если мы это умножим На 60 минут В час До 24 часа В день То это значит Что мы с вами Фильтруем 176 литров Жидкости Ежедневно Через почки И это очень много Жидкости Тем не менее Мы Из нас выходит Только 2 литра Мочи В день Другими словами 174 литра Должны каким-то образом Вернуться В организм И это Основная Нагрузка Которая Ложится на почке Резервировать Эти все Асмолиты И воду С тем Чтобы Вывести Только 2 литра Мочи А не 176 Итак Если В почках Происходит Гипоксия И нет Нормального Кровотока И Возникает Ишемия То есть Недостаточно Энергии Для почек Для того Чтобы выполнять Всю эту работу Пареабсорбции Жидкости И Осмолитов То Соответственно Это значит Мы начинаем Вырабатывать Большое количество Мочей При гипоксии Почек Мы Избавляемся От Мочевой кислоты Да Но при этом Мы можем Скажем так Погибнуть От Избыточного Мочеиспускания Да И это не слишком Хорошая идея Но тем не менее Почки Очень умный орган И они Сами себя Выключают Для того Чтобы Кровоток Проходил Мимо Клубочков И Соответственно И почками Нужно Работать Интенсивное Состояние Гипоксиля С тем Чтобы реабзировать Жидкость То есть Мы Распознаем Мы видим Что развивается Улигурия И урымия Урымия Кретинин Взлетает И мы говорим Ага Это плохо Но Можно подумать Возможно Это разумный Образ Поведения Почек Для того Чтобы спасти себя И организм И такое Восприятие Скажем так Негативное Восприятие На самом деле Может защищать Некие положительные Явления Мне нравится очень Этот рисунок Я слышал О том Что ты любишь Взремнуть днем Но тебе нужно Впасть В зимнюю спячку То есть Когда мы болеем Что мы хотим сделать Мы не хотим Работать Как обычно Мы не ведем себя Как обычно Мы хотим Отправиться В постель Организм Горит нам Отдыхай Мы не чувствуем Голод Мы не чувствуем У нас нет Энергии Скажем так Чтобы Чтобы бегать Прыгать Играть Заниматься спортом Мы хотим лежать И вот эта концепция Метаболического Выключения На самом деле Хорошо известна В природе Мы знаем Что такое Зимняя спячка В ситуации Холодных Скажем так Условий Окружающей среды У мышей У медведей Есть также У млекопитающих У человеческого Сердца Также в ситуации Пролонгированной Ишемии Уходит В гибернацию В режим Скажем так Спячки То есть Ожидание Хорошего Кровообращения И соответственно Метаболизм Кардиомицитов Отключается И сердце Не сокращается Для того Чтобы сохранить От повреждений Эти Имеется такой эквивалент Как летование Или эстивация Это в ситуации Когда имеется Испыт И чрезвычайно В жарких условиях Или в ситуации Засухи И различные Животные Многопитающие Рептилии Улитки Деревья И рыбы Уходят в состояние Летнего сна И когда состояние Вокруг Улучшается Они становятся Метаболически активными Восстанавливаются И начинают функционировать Как обычно Далее Черепаки Могут уходить Глубоко Под воду И при отсутствии Кислорода Они просто Выключают Метаболизм И когда они Возвращаются К поверхности Где есть кислород Они опять Начинают Включать Свои Нормальные Метаболические Механизмы Далее Латентный Спящий режим У бактерий При туберкулезе Бактерии туберкулеза Могут оставаться В спящем состоянии В организме В течение многих лей Будучи Метаболически Неактивными И они не делают Ничего И никаких Повреждающих Возвращений После того Когда бактерия Реактивируется Именно тогда Она начинает Повреждать Наше тело Это данные Из Великобритании Которые говорят О механизме Выживания клеток И они говорят Об гипоксии Но Также Мы можем Сделать Это Перенести эти выводы На сепсис Ключ К выживаемости Этих организмов В данных условиях Находятся В их Способности Супрессировать Метаболизм До новых До нового Гипотометаллического Гипотометаллического Стационарной фазы Тогда Когда Потребность В АТФ И Вырабатываем И в необходимый АТФ Уравновешивается Таким образом Мы балансируем Продукцию И использование АТФ На новом уровне И то есть Если уровень Падает ниже Определенного порога Это может Запустить Каскады Клеточной гибели Если имеется Некоторые несоответствия Таким образом Является ли Полиорганная Недостаточность Проявлением Метаболической Супрессии В ответ На тяжелую Пролонгированную Угрозу И если Тело Не смогло Справиться С некой бактерией С неким Отрициальным фактором И возможно Ему тогда Нужно Изменить стратегию Отключиться Надеясь Что с течением Времени Этот негативный Фактор Скажем так И исчезнет И можно будет Восстановить нормальную Функцию Проблема заключается В том Что адаптация Можно в итоге Трансформироваться В дезадаптацию Когда хорошее Становится плохим Я уже показывал Этот слайд Мы брали Биопсию У пациентов В состоянии Септического шока И биоптаты От пациентов После В случае Плановых Ортопедических Операциях Это была Взята Биопсия Мышцы Скобедренных мышц И пациенты Которые пережили Септический шок Уровни АТФ У них Были Собственно Таким же Как у пациентов Здоровых пациентов У которых было Планово операции Те кто погибли Уровни АТФ Были существенно ниже Другими словами Опять же Что же Такого Происходит С пациентами Что определяет Что они выживают Что они адаптируются Либо что они погибнут И это значит Что возможно Если мы имеем дело С дезадаптацией Я провел Определенную работу С нашими Замечательными коллегами Из Германии И мы собираемся Отправить эту статью На публикацию Здесь мы оцениваем Целый ряд метаболитов В нашем организме И мы описываем Некий скажем так Коридор безопасности То есть Эти метаболиты Находятся в достаточно Узком диапазоне Нормальных значений И если мы попадаем В него Пациенты выживают Если мы выходим За предел Этого коридора Выше или ниже его Тогда Тогда Если мы слишком высокие Слишком низкие Значения И у этих пациентов Как раз все будет плохо То есть Другими словами Опять же Те пациенты Которые в середине В этом коридоре безопасности Это значит Что организм адаптировался К изменениям И в итоге Это позволит им выжить И я хотел бы Закончить Несколькими историческими слайдами И чем старше Я становлюсь Тем больше Меня интересует история Вот что интересно Джон Хантер Был знаменитым Английским хирургом Который первым Описал Одним из первых Описал воспаление После травмы И он Говорил о том Что травма Стимулирует Целый ряд Ответных реакций В организме В организме И которые помогают Организму восстановиться Они восстановят Стимулируют Воздоровление И Современные хирурги И он говорил О том Что хирурги Должны понимать Как тело Адаптируется И как компенсирует Скажем так Повреждающее воздействие Связанное с травмой Другими словами Воспаление Возможно Это неплохо И он Об этом Говорил И уже 300 лет назад Точно так же Томас Сидденхам Был знаменитым Английским врачом И он так же Говорил о том Что острые заболевания Такие как Лихорадка И воспаление Представляет собой Цельную Комплексную Реакцию Означает Здоровую реакцию Адекватную реакцию Организма Для того Чтобы Для того чтобы Справиться С некоторыми Повреждающими Внешними факторами Практически 300 лет назад Уже Мы понимали Что ответ Организма На отрицательное Воздействие Может иметь Протективное Значение И опять же Об этом говорил Несколько лет назад Что возможно Полиоргана Недостаточность Является Адаптивным Феноменом Оно позволяет Животному Или человеку Как животному Позволяет ему Выжить В ситуации Когда имеется Метаболическая Депривация Когда не хватает Энергии Когда слишком холодно Или слишком тепло Или когда Мы говорим О состоянии сепсиса И когда Ситуация улучшается Организм Может выйти Из скажем так Этой пещеры И посмотреть В округ Сказать Все нормально Тогда я могу Вернуться К тому Обычному состоянию К которому я привык Я хотел бы Закончить Цитатой Из Чарльза Дарвина Который Который мне Очень нравится Не всегда Самый сильный Из видов Выживает Не всегда Самый умный Но тот Кто Кто Наиболее Адекватно Реагирует На изменения Наша способность К адаптации Возможно Как раз Именно определяет То Выживаем Или погибнем И опять же Это тот Месседж К нам Что Когда мы Вмешиваемся С терапевтическими Воздействиями Нам не нравятся Патологические Изменения Наша тенденция Наша тенденция Это Врываться Как-то Вторгаться И делать Что Чтобы получить Нормальные Цифры И с тем Что Когда пациент Погиб Мы могли бы Обвинить пациента Что Мы Сделали Все Цифры были Нормальными То Возможно Позволить Ограничить Тот Вред Который Мы Наносим Нашими Вмешательствами Врачи Должны Врач Не Навреди Это Самый Главный Принцип Когда мы Смотрим На Наши достижения В интенсивной Терапии За последние 20 лет Мы Говорим о том Что Мы Говорим о том Что Мы Должны Меньше Делать Пациент Менее Интенсивно Вентилировать Давать Меньше Питание Уменьшить Седацию Давать Меньше Инотропов Другими Словами Вот здесь Имеется Некое Послание Возможно Мы Должны Работать Вместе С телом Вместе С организмом А не Против Него Спасибо Большое Мервин Большое Спасибо Мне Также Очень Приятно Мервин У меня Есть Один Провокационный Вопрос Что Вы Скажете По Поводу Метаболической Поддержки У Пациентов С С Синдромом Полиоргана Недостаточности Поскольку В России Есть Врачи Которые Считают Что Если Дают Некоторую Метаболическую Поддержку В Острой Фазе Например Кислоту Или Что Что Может Улучшить Сходы Что Вы Можете Сказать Вы Знаете Ответ Что Может Быть А Может Быть И Нет Я Думаю Что Основная Проблема В моем Случа Заключается В том Что Мы Как бы Это Сказать Мы Очень Наивны В том Как Мы Лечим Наши Пациентов Когда Мы Даем Метаболическую Поддержку Мы Начинаем С И тем не менее Мы Даем Одну и Тот же Метаболическую Поддержку Без Изменений То есть Имеет Смысл Возможно Корректировать Без Поддержку В зависимости От потребностей Пациентов Возможно Какие-то Субстанции Могут Подходить Но Как Вашем Примере Они Могут Увеличить Продукцию Свободных Радикалов И Таким Образом Некоторые Исследования Говорят Что Если Мы Заблокируем Сукцинат Мы Можем Улучшить Исходы И Мы Можем Использовать Молода Для того Чтобы Заблокировать Другими словами В определенных Обстоятельствах Это может быть Отличное Вмешательство В неправильной Ситуации В некорректной Ситуации При неправильном Времени Когда мы Применяем Она может Оказывать Повреждающие Воздействия Соответственно То что Я хочу Сказать Мы должны Быть Существенно Более умными Существами Времени Вмешательства И того Насколько Какое количество Мы даем Препаратов Мы Также Можем Говорить Мы должны Давать Препараты В правильное Время Правильному Пациенту В правильной Дозе Большое Спасибо Что Мне Интересно Это Вопрос Взаимодействия Врача С естественными Системами Системами Организма И Насколько Я понимаю В острой Ситуации Тело Организма Тело Пациента Не всегда Понимает Как Нужно Отвечать Как В хронической Например Ситуации Поэтому Я Это Воспринимаю То что Например Мой естественный Инстинкт Если У меня Рука Попала В огонь То я Соответственно Пытаюсь Ее Выдернуть Из огня Для Чтобы До того Как Естественное Определение Сепсиса Это Системный Воспалительный Это синдром Системного Воспалительного Ответа Плюс Это доказательство Наличия Инфекции Если Мы Сделаем Посев И Тест На Чистительность Мы Увидим Эту Бактерию То Врачу В этой Ситуации Естественно Нужно Постараться Устранить Этот Отрицательный Негативный Фактор Пока Мы Мы Соответственно Пока Оно Не Слишком Сильным Но Когда Мы Должны Вмешиваться Да Хотел Осмотреть Зачечный Вопрос Но Мы Должны Сказать Что Сепсис Уже Не Является Источником Инфекции Мы Уже Отказались От Определения Сепсиса Как Инфекционного Процесса Поскольку Сейчас Считается Что Воспаление Является Частью Нормального Ответа Организму Поэтому Когда Например У меня Развивается Лихорадка Например Вирусная Инфекция У меня Температура Например Один С критериев И У меня Пульс Это Сепсис Нет Это Просто Простуда Я могу Ожидать Что Будет У меня Температура И Ликоцитоз Соответственно Мне Не Требуется Чтобы Меня Везли В реанимацию И давали Антибиотики В случае Нормального Адекватного Ответа На Инфекцию Если И Имеется Ликоцитоз И Температура Это Нормально Так же После Больших Операций Поскольку Опять же То Как Организм Справляется С травмой После Операционной Травмой Таким Образом К сожалению Мы Мы Хотим Что-то Делать Сразу И Это Зачастую Это Не Нужно Поскольку Организм Может Совсем Справиться Вот Я вам Показывал Исторические Примеры Например Перетонита Или Некротизирующий Фасцит До Эры Интенсивной Терапии До Эры Антибиотиков До Переливания Крови И Тем не менее Там Пациенты Выживали С достаточно Хорошими Исходами Таким Образом Я думаю Что мы Кондиционированы Что ли Мы верим В нашу Собственную Пропаганду Но Если Посмотрим На данные Литературы На публикации Что пропаганда На самом деле Нам не доходит До публикации И все что я делаю Я говорю о том Что мы должны Переоценивать Наши подходы Например Кормление Раньше считалось Что мы должны Сразу же прекратить Питание пациента В случае Острых ситуаций Но сейчас Все Международные Рекомендации Говорят Если пациент Если пациент Не получает еду Мы можем Подождать Если пациент Не может есть Соответственно Он может Подождать 5-7 дней Но вот Когда я Отправляюсь В постель Когда я болею Я не голоден Если вы Меня накормите Я может Буду чувствовать себя Плохо Поскольку Тело мне говорит Не ешь Таким образом Мы Развиваемся В нашем Понимании Того Что нам Нужно делать И медицинские Клинические Концепции Заключаются На том Что мы должны С этим Все справляться Мы должны Что-то делать Обязательно Но я Возражаю Возможно Иногда Нужно Просто Сесть Себе На руки И подождать И Чем старше Я становлюсь Тем Чаще Я говорю Ординаторам Не делайте Чего-либо Поскольку Часто Мы слишком Торопимся Иногда Имеет Смысл Подпрыгнуть Например Когда ваша рука Попадает в огонь Естественно И вашу руку Выдерну Оттуда Но с течением Времени Или зачастую Ситуация Заключается в том Что нужно Посмотреть Но не прыгать Это баланс То есть есть Концепция Нужно прыгать Но иногда Все чаще Мы говорим о том Что Все чаще Наступают Времена К нам Нужно Сесть И подождать И посмотреть Субтитры